Так, дорогие друзья, значит, давайте так, чтобы нам, наверное, дольше необходимого вас не держать в эту не очень приветливую погоду. У нас те, кто предварительно изъявил желание высказаться, мы всем такую возможность дали и пригласили. Значит, я хотел бы сейчас озвучить еще две вещи коротко. Первое. Я бы хотел еще раз поблагодарить тех из вас, кто уже проявил себя наиболее активным образом в борьбе за сохранение парка. Целый ряд товарищей, действительно, без сна, без отдыха, с дежурствами, выходили на пикеты, стояли на входе в эту злополучную стройку, защищали, обороняли. В общем, всем, считаю, необходимо высказать слова благодарности и назвать этих людей. Это Юлия Трофимова, Ольга Юдина, Анастасия Масанова, Андрей Лобанов, Ирина Шенгалева, Михаил Адрианов, Наталья Комиссарова, Татьяна Бессонова, Андрей Лобанов, Александр Соболев, Мария Грачева, Ольга Курикша, Инна Арестова, Сергей Федосеев, Евгений Степкин и целый ряд других. Может быть, я кого-то не назвал, если забыл, не обижайтесь. Любовь Князева у нас вообще, так сказать, на первом месте, это понятно, тут даже вопросов нет. Вот, поэтому еще раз огромное спасибо всем активистам и неравнодушным жителям, кто борется, несмотря ни на что. Несмотря ни на противодействие властей, несмотря на противодействие стихии, несмотря на то, что иногда все обстоятельства бывают против нас. И второе. С вашего разрешения мы с вами сейчас договоримся, что по итогам нашей сегодняшней встречи мы заявляем, как участники этой встречи, что мы требуем немедленного прекращения стройки. Раз. Второе. Немедленного начала переговоров с представителями инициативной группы со стороны правительства Москвы, потому что от этого идеолога власти сейчас всячески уклоняются. И такой диалог должен начаться немедленно для того, чтобы согласовать общественный, частный и государственный интерес. Согласны? Да. Согласны? Будем считать, что это ваш нам наказ. Мы, как депутаты, будем эту линию проводить. Вас, дорогие друзья, прошу в дальнейшем ни в коем случае не ослаблять ваши деятельности по организации борьбы, потому что только благодаря сплоченному народу можно отстаивать свою землю. Если, так сказать, не будет самоорганизации, солидарности и совместной борьбы, без этого победы не бывает. А вот когда все это есть, победа обязательно приходит. Поэтому давайте сплачиваться. Еще раз говорю, Ярослав Шарков должен быть в этом смысле с вами как организатор. Все те, кто сегодня уже высказался, это ваши активисты. Ну а все, кто принадлежит, это будет та сила, которая позволит нам уже имеющийся телек нарастить мускулы и благодаря этому лети вперед. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Спасибо за то, что не испугались дождя, холода, ветра, грома, молнии, стихии. Спасибо вам за вашу смелость. Продолжаем борьбу, не отступаемся, идем вперед. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч, дорогие друзья.